12-й год подряд к светлому празднику Пасхи жители Ленинского района не только пекут куличи и красят яйца, но и своими руками создают настоящее произведение искусства для конкурса «Пасхальная радость». Представляя различные кружки, участники хотят показать, чему они научились, и поделиться радостью творчества. Кто же стал победителем «Пасхальной радости» в этом году, узнаете из материала о финальном этапе конкурса. По всему Ленинскому району в течение нескольких месяцев велась большая работа по созданию шедевров конкурсу «Пасхальная радость». Всего было отобрано 726 работ, которые можно было оценить на заключительном этапе конкурса 15 мая в детской школе искусств города Видное. Прекрасная выставка, оформленная благодаря ребятам, которым ручками сделали экспонаты, и тем педагогам, которые это все прививают. Это же прекрасно! Два жанра конкурса – художественное и декоративно-прикладное – объединили несколько номинаций. Дошкольник-воспитатель, папа-мама-я, творческая семья, пасхальное яйцо. Я готовила яйцо из папье-маше и обшивала его лентами. Сначала надувала шарик и обклеивала его бумагой, а потом красила. Росписи, вышивка с шелковыми лентами, войлочные скульптуры, выжигание, непередаваемое разнообразие красок, форм, материалов. Самое главное, чтобы был подходящий материал, и на каждом материале все будет хорошо смотреться. И вот кропотливая работа с мелким бисером, различными поэтками и стразинами. Большинство работ конкурса принадлежат ученикам центров детского творчества, а также ученикам воскресных и общеобразовательных школ. Там стоят три девушки, и они узнали радостную весть о том, что Христос воскрес. Я ее делала из теста соленого, лепила фигурки, там каркасы нужны, потом красила. Преподаватели также вложили частичку себя в детские творения, ведь главная задача педагога – направить в нужное русло. Самое интересное – это то, что дети, она столько своеобразная, что я каждый раз при преподавании, казалось бы, уже давно преподаю, а нахожу в детях все новое и новое, и практически сама у них учусь. В дополнение к красочным композициям посетителям выставки был показан спектакль на тему светлого праздника Пасхи. Итогом конкурса «Пасхальная радость» стало награждение победителей. 111 участников были отмечены дипломами, специальными призами. Авторы лучших работ получили высшую награду – гран-при. Иконы всегда писать сложно, потому что нужно, чтобы все получилось идеально. Идеально, конечно, никогда не получится, но я постаралась, чтобы все получилось так, чтобы и люди могли увидеть, что это красота, и передать саму себя через икону. Работы конкурса – свидетельство талантов, что говорит о безусловной пользе его организации.